Итак, с вами снова Олег Алав Гудвин и наша популярная рубрика «База знаний и спрашивали, отвечаем». Вот я рассказывал про лимфатическую систему, да, и что оказывается, вот антипреспиранты, дезодоранты всякие, они вредны, потому что соляют поры. А лимфатическая система напрямую связана с порами, и также всякие вот эти назальные средства против насморка, да, также вредны. Потому что самое главное, ну, природа все и так придумала за человека. И вот что, что-то делать, если ими не пользоваться, да, вонять, что ли, получается, ходить или пахнуть. Дело в том, что пахнет, на самом деле, не сам человек, пахнут бактерии. Это какой-то миф, что человек, как венец природы, венец творения, он типа идеален. Никогда он не идеален, он живет в конгломерате всяких существ, которые вокруг обитают. И там и мошки, и комары его кусают, да, это тоже какое-то воздействие идет, да. И внутри у человека микрофлора и био, там всякая вот эта вот процедура, там их миллион всяких живут. И они там с другом как-то борются, вредные против полезных, там друг друга убивают, да. И в нас живут всякие там глистрин, вази, амебы и всякое прочее. И на поверхности кожи у нас тоже живут бактерии. Так вот пахнут, это бактерии, которые питаются нашим потом, и потом, грубо говоря, извините меня, пукают. Вот то, что они напухали, то и есть запах. И то же самое, кстати, касается и глистых вина, шампанского. То есть те газики, которые там набираются, это бактерии внутри созревают, питаются вот этим сладостью. Я говорю, что сладкое, это очень вредно, на самом деле, для нашей микросистемы. Потому что это среда, в которой начинают развиваться вот эти вот бактерии. И, грубо говоря, пукают, вот эти газики, это бактерии напухали в шампанском. Ну, извините меня за прямоту такую. И у здорового человека нету запаха такого. Если помните, как пахнет ребенок. Ребенок пахнет молоком матери, молочком. Это ребеночка пахнет, да? По сути, здоровый человек взрослый тоже должен примерно так пахнуть. То, что съел, тем и пахнет. Также у нас этим пахнет и, собственно говоря, сперма. Так что можно спермы менять вкус от того, чем вы питаетесь и пьете. Также у нас и, по сути, в туалет мы должны ходить. То есть, чистота организма зависит от того, насколько мы часто из себя сбрасываем. В негативную всякую грязь, да? Глимфа сбрасывает через кожу, через, как я говорил, через толстый кишечник. И в туалет человек должен по-большому ходить в день. Сколько раз? Сколько ребенок ходит раз в день? Столько, сколько он поел в этот день. Ну, сколько приемов пищи было? Три приема пищи. Три раза в день должен сходить в магазин. Пять раз в день питается человек, да? Ну, так плотно, да? Значит, пять раз должен сходить в туалет. Тут уже зависит от самого питания, что мы питаем. Чем питаемся? Если мы едим жесткую, трудноперевариваемую пищу, а тем более все подряд, там, салаты с майонезом, да, еще мясные блюда, то оно переваривается иногда аж до двух суток может перевариваться, представляете? А если мы питаемся, там, овощами, ну, вернее, один прием пищи, несмешанные, да, овощи, то они примерно выводятся из организма через час, через два. Если это ягоды или фрукты, то буквально через 30 минут даже можно в таблице сходить. Вот, и, соответственно, вот шампуни всякие, да? Что, не мыться шампунями? Ну, почему? Помыться-то можно, да? Но главное потом с себя его смыть, чтобы этой пленочки не оставалось. Мыльная вот эта пленочка, она как раз вредоносная. Во-первых, атоксикация идет от организма, да, потому что все шампуни сейчас на химической основе. И, кроме того, заселяются поры. Вот поэтому в бане, говорят, сходил в бане и не помылся, такое выражение, слышали? Это вот о том, что иной раз в бане шампуними не моются. Там сам естественный пот, который обильно вытекает, а там пьют воду, либо чаи, либо там квасы всякие, да? Они помогают потоотделению быстро выйти, и это уже пот превращается в воду. Вот эта межклеточная жидкость, она начинает, это она работает, это она выходит уже, вода выходит из организма. Сначала соль выходит, там пот такой в бане становится такой березой, это прям соль прям видно, даже можно ездить попробовать, белая. А потом выходит вода уже. И, соответственно, если мы пользуемся шампунью в бане, то после этого надо еще один-два раза в полилку зайти, чтобы выйти уже чистым, еще и после шампуня. Вот так вот соблюдается чистоту с собой. Ну и по поводу закисления организма, то есть та причина, почему мы стареем, это начинается брожение практически в органах, в полостях всяких организмов, в межклеточной жидкости. Поэтому надо защелачивать организм. Закисляется от чего? От сахара, от всяких дрожжей, которые мы едим, хлеб дрожжевой, пиво дрожжевое и так далее. Вот эти газированные напитки, это вообще смерти в кофе нельзя есть. И всякие продукты, так скажем, помидоры, баклажаны. На П как это называется, забыл, как этот сорт продуктов называется. Их тоже желательно поменьше. Особенно вот всякие маринованные помидоры, вот эти баклажаны консервированные. Лучше уж свежие съешьте. Это все вводит в брожение в организме, брожение, опять наседание грибков всяких там, и бактерий и так далее. Вот, поэтому надо защелачивать. Защелачиваются чем? Ну, прежде всего, это, ну, самое природное средство, это есть там больше зелени. Зеленое яблоко, если выбираете, не красное, берите зеленое, да. Там, цукини, всякие кабачки, капуста зеленая, зелени побольше, там, петрушки, укропа, сельдерей и так далее, да. То есть, все, все зеленое, оно больше за это защелачивает. Потом второе, кислота природная. Вот мы едим лимон, например, нам кажется кислый. Ну, куда же мы кислое добавим еще в кислую среду здесь? Оказывается, нет, это именно по-другому работает. Проходя через желудок, кислота из лимона превращается в щелочь. То есть, мы защелачиваем. Ну, если это, как бы, долгий, любой естественный процесс, он долгий, да, а вам хочется побыстрее почиститься, ну, вы уже, там, видите, следы на коже, да, вот мне я и говорил, у меня было 5 разных заболеваний кожных, не буду подобно говорить. Врачи не могли мне дать ни таблетки, ничего, ни уколы от этих, да. Я способ сам нашел, ну, естественно, не изобрел. Есть такой врач, ну, во-первых, Агулов, это везде просвещает на эту тему. Во-вторых, забыл, как ученого зовут. Ну, ладно, неважно. Он еще в советское время, в советский период это все изучал, целую книжку на эту тему написал, защитил труды диссертации про соду. Если вы пойдете в классическую нашу медицину к врачам, вам скажут, да вы что, сода это вредно, это вы язву себе заработаете, там, что-то еще будет. Но всегда есть НО, секрет. Любой риск должен быть оправданный. Поэтому, вот, как мы пьем соду, пропиваем соду? Первое правило. Во-первых, натощак. Ну, то есть, с утра проснулись, да, ну, не прям, не на полный-полный тощак, да, но когда проснулись, мы все равно что-то там попили уже, да, водичкой. Вообще желательно воду пить. Стакан воды минимум, а то и два с утра, как только проснулись, чтобы очищение шло. Потому что по системе УСИН с 7 часов до 9 часов утра у нас включаются, активизируются почки. И, соответственно, их надо промыть. Там за ночь скапливается всякая гадость, да, их надо промыть, и смочу это все выходит. И только потом, через полчаса после этого принимать пищу. Вот в этом промежутке можно принять соду. Делается так. На стакан воды примерно начинаем с пол чайной ложки. Сода добавляем, горячей водой заливаем, она должна прошипеть, то есть можно кипятком залить, да, потом чуть-чуть добавили еще водички, чтобы приемлемо было пить, ну, как чайный горячий пьем, примерно 60-70 градусов, да, вот. И выпиваем. Ну, выпиваем не за час, а так, не залпом, ну, так, спокойным темпом, да. Сначала может быть отторжение, да. Сначала организм не привыкает, ну, не понимает этого. Ну, потихонечку, и мне уже прямо даже вкусно сода кажется прям даже. Даже балдею от нее. Потихонечку, через две недели примерно, через месяц, добавляете до полной чайной ложки на стакан воды, да. Через там еще один месяц-два прошло, можете добавить до чайной ложки с горкой. Ну, там уже по состоянию смотрите. Если организм не принимает, убавьте количество соды, да, принимает, может чуть побольше добавить. И, соответственно, я это делал примерно где-то два месяца подряд каждый день. Потом промежуток где-то месяц делал, да, и еще потом два-три месяца еще пропивал соду. И у меня, вы не поверите, все кожные заболевания ушли. Вот эти старческие пятна, вот, вообще ушли. У меня они по боку пошли вот так вот, всю сбоку. Причем вот такого размера. Дети там спрашивают, папа, что с тобой такое? Я шутил, папа превращается в леопарда. Вот, все эти пятна ушли старческие. Папилломы ушли. У меня глаз гноился долгое время. Даже вот гной из глаз ушел. Потому что это лимфосистема здесь работает. Через слезные железы. Вот. У кого сложные заболевания, можно даже до нескольких раз в день принимать соду. То есть у меня была женщина, она ловила, она, по-моему, 5-6 раз принимала соду. Ловила промежуток за два часа после еды, когда все переваривается, да, и за полчаса, примерно, до следующего приема еды. И у него получал где-то 5 раз в день примерно. Вот. Когда в институт Агулова приходят лечиться, у меня там практически все через массаж живота лечится, да, и там антипорезитальные программы они пропивают. Вот, если человек пришел, а у него там щупают живот, а там прям такой вот комокс, кулак, да, его сначала сажают на соду, сначала дружок пропил соду, потому что больно, нажимать через это все, больно. А там в толстом кишечнике каловые камни скапливаются, такие прям реально камни. Толстый кишечник также состоит из таких вот сегментов, да, где появляются карманы вот такие вот. И там прямо вот камни могут появиться, каловые. И взрослый человек после 36 лет в себе вот этой грязи, фекальная слизи там всякая вот эта вот, носит до 6-8 килограмм, представляете? Мы думаем, мы толстыми, потому что толстые, а там указывается всякая грязь у нас. Соответственно, вот это все тоже чистится, кишечник, да, когда лимфа начинает работать, то и кишечник тоже начинает очищаться. Вся грязь выходит, то есть соль на самом деле полезна. Итак, общие принципы. Первое, по чуть-чуть добавляем, не больше чайной ложки, да. Второе, в горячей воде ее осаживаем, то есть она должна прошипеть, и мы должны услышать этот звук, да. Это второе. Третье, пьем сразу. Четвертое, натощак. И пятое, это вот секрет такой, который вот против врачей, ну, в смысле, оправдывает нас перед врачами. Они говорят, язву желудка можно получить, да. Сода должна работать в кишечнике вот здесь, да, а не в желудке. В желудке действительно можно получить язву, разъедая стенки, да. Но мы обманываем организм как? Дело в том, что когда переваривается пища, она нагревается в нем до 40 и более 100 градусов, на 60, да. И только после этого переходит из желудка в кишечник. В кишечник уже усваивается, переваривается, да, собственно говоря. Вот. То есть мы пьем горячее именно поэтому. Во-вторых, справа находится выход из желудка в двенадцатоперстную кишку. То есть мы должны, вот, выпили соду, да, и легли на правый бачок, поджав ножки, в козу зародыш, так скажем, да, вот так вот, полежали минут 5-10, да, чтобы она сразу ушла в кишечник. Тогда это будет безопасно. Ну вот, дорогие друзья, прислушивайтесь к моим рекомендациям. А, в принципе, есть еще, можно пропивать еще перекись водорода, ну, с водой разбавленной, естественно, да, в воде, яблочный уксус, но это уже другая история, это я вам расскажу в следующий раз. С вами был Олег Алавгутвин. Добра вам, здоровья, счастья. До новых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.